Биосфера Если глобальные экологические тенденции не изменятся, то точка невозврата для земной цивилизации будет пройдена всего за два поколения. Еще в 70-х годах инженер Анатолий Юницкий начал разработку комплекса решений, способных предотвратить глобальную трагедию. Он пришел к выводу, что сохранение земной биосферы с миллионами видов живых организмов и устойчивое развитие современной цивилизации, как одного из видов этих организмов, достижимы только при условии вынесения вредной части индустрии за пределы биосферы планеты. Мы получим сталь, свойство которой будет в десятки раз лучше, чем на Земле. Идеи и технологические решения инженера Юницкого легли в основу глобальной программы индустриализации ближнего космоса «Юспейс», главный смысл которой — разделить в пространстве двух глобальных антагонистов созданную природой биосферу и созданную человеком техносферу. Для индустриального освоения околоземного пространства необходимо обеспечить геокосмическую промышленную логистику, ежегодную транспортировку в космос и обратно, миллионов тонн сырья, оборудования и продукции, а также миллионов человек, обслуживающего персонала. Это невозможно реализовать силами существующей космонавтики, использующей в качестве геокосмического транспорта ракеты-носители. Сверхдорогие, малоэффективные и чрезвычайно экологически опасные не смогут обеспечить столь большой объем грузопассажирских перевозок и альтернативные системы, как, например, космический лифт, которому для этого понадобится не меньше тысячи лет непрерывной работы. Программа «Ю-Спейс» предлагает совершенно новое решение. Общепланетарное транспортное средство ОТС способное выводить на орбиту до 10 миллионов тонн груза и до миллиона пассажиров за каждый рейс. Один запуск такого геокосмического летательного аппарата способен сделать то, на что ракетной космонавтике потребуется более 10 тысяч лет. Общепланетарное транспортное средство представляет собой установленное на эстакаде кольцо, опоясывающее планету по линии экватора. Оно приводится в движение линейным электродвигателем и поднимается в космос за счет центробежных сил, возникающих при движении в вакуумных каналах двух ленточных маховиков, которые также охватывают планету. При огромной производительности система является достаточно простой конструкцией с технической точки зрения. Все ее элементы реализованы в промышленности. Мощность линейного электродвигателя составит порядка 10 киловатт на погонный метр. Масса конструкции – 1 тонна на погонный метр. Поперечный размер – порядка 3 метров. Стоимость разработки и строительства ОТС составит около 2 триллионов долларов или порядка 250 долларов на каждого жителя с Земли. Столько же стоит, например, мобильный телефон. Такова цена спасения планеты. Одновременно со строительством взлетно-посадочной эстакады ОТС на Земле будет создана мощная инфраструктура из поселений кластерного типа. Экваториальный линейный город. Это земной компонент геокосмической транспортной системы, который будет обеспечивать работу ОТС и где смогут жить в благоприятных условиях миллиарды людей. Экваториальный линейный город будет основан на биосферных технологиях в гармонии с природой, обеспечивая жителей всем необходимым для здоровой и счастливой жизни на благопроцветание всего человечества. С первым выходом ОТС в околоземное пространство начнется строительство космического индустриального ожерелья орбиты. Этот аналог экваториального линейного города, состоящий из замкнутых экосистем, позволит организовать на круговых экваториальных орбитах различные виды производств, жилые секторы, транспортную и энергетическую инфраструктуру и станет стартовой площадкой для экспансии земной цивилизации в дальний космос. Индустриальное ожерелье орбита также сможет надежно защитить планету от космических угроз, в том числе метеоритных. Чрезвычайно высокая эффективность геокосмического транспортного инфраструктурного комплекса ОТС позволит совершить масштабное промышленное освоение космоса, обеспечить доступ к неограниченным ресурсам Вселенной, пространству, сырью, энергии, а также к уникальным технологическим возможностям, отсутствующим на планете, невесомости и глубокому вакууму. Сегодня разработку и испытание отдельных элементов геокосмических неракетных технологий успешно проводит группа компаний Юницкого, насчитывающая более тысячи профессионалов, инженеров, конструкторов, ученых, изобретателей. С каждым годом программу освоения космоса «Юспейс» поддерживают новые страны и мировые корпорации. Глобальная геокосмическая программа по спасению человечества от экологической катастрофы может быть реализована уже в обозримом будущем. Это значит, что уже во второй половине 21 века человечество начнет широкомасштабное промышленное освоение космоса. Будут решены всесовременные ресурсные, энергетические, продовольственные, экологические, социально-экономические и иные проблемы на ограниченной в своих размерах и ресурсах планете Земля в логике программы «Юспейс». Земля для жизни, космос для индустрии. Будет также реализовано пророческое видение будущего «Хомо Сапиенс» Константина Эдуардовича Циолковского «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Константина Эдуардовича Циолковского Продолжение следует...